Нарратив Портникова как единственно возможный, единственно правильный. И там нет места правде о Чеченской республике Ичкири. Просто нет. Ичкирийцев нет. 30 тысяч человек убитых нет. Это их концепция сегодняшнего дня. Мы находимся в древнем городке итальянском. Здесь много таких городков посреди холмов. Городок-крепость, состоящий из пяти домов. С такой вот крепостной стеной, с такой прекрасной аркой. С такой маленькой площадью. Здесь никого нет. Вот только разве что местная собачка сидит и слушает, что мы сейчас говорим. Я помню, как в 2020 году один очень известный русский либерал на Западе сказал мне, чтобы я прекратила снимать материал про Ичкирию. Мы с Андреем станем маргиналами и токсичными. И все равно эту мою программу никто не увидит. И я ему тогда написала ответ, что я сделаю 500 программ, я сделаю тысячу программ. И может быть я сделаю больше. Но тема Ичкирии зазвучит. В чем коварство именно сегодняшних дней со стороны вот этих деятелей, которые переписывают историю? В том, что даже во время распада Советского Союза, во время событий в Грузии, в Чеченской Республике, вокруг Джохара Дудаева, тогда существовала эта самая правда. Сегодня эти силы фальсифицируют историю именно вокруг Чеченской Республики, вокруг Джохара Дудаева. Но плюс ко всему, они фальсифицируют историю, которая происходит прямо на наших глазах в режиме реального времени. Даже историю войны русско-украинской. Потому что они подают информацию, как будто бы вот только сейчас Путин стал Гитлером. Об этом говорит даже портников, к всеобщему удивлению. И как будто не было никакой войны против Чеченской Республики Ичкерия. Вот это коварство происходит прямо у нас на глазах. Вот архитектурные памятники XII века. То есть практически 10 веков назад построены эти дома, эти стены. Мы видим, что они существуют. А в концепции вот этих новых злых сил я, например, не существую. События в Грузии вокруг свержения Звиада Гамсахурдия, их не существует. То есть это ощущение совершенно потрясающее. То есть я, знаете, как будто вот сижу так на них и смотрю. То есть, ага, получается, меня нет. Ичкерийцев нет. 300 тысяч человек убитых нет. Это их концепция сегодняшнего дня. Что мы можем противопоставить? Это снимать действительно как можно больше программ, чтобы они существовали, как вот эти стены. Чтобы никто не смог из этих злых сил. Мы знаем, что это за силы. Но давайте не будем сейчас их называть. К этому мы придем, может быть, в течение какого-то цикла программ. Но это происходит даже на украинских каналах. Фальсификация истории сегодня происходит и на украинских каналах. Конечно, это надо осознавать, это надо понимать, смотреть этому явлению в глаза. И, конечно, противопоставлять этому намерению с огромным ресурсом, с огромными деньгами, с злыми намерениями. Противопоставлять единственную существующую правду, как вот эти крепостные стены XII века. Борьба за правду, она всегда обострялась во время войны. Дело в том, что военная ситуация, в которой мы сейчас находимся, или предвоенная в смысле глобальной войны, или военная в смысле войны в Украине, русского нападения на Украину. Так вот, в этой военной ситуации необходимо подвести идеологическую базу и оправдать собственную агрессию. Поэтому правда, она всегда будет во главе. Это информационная война, и ничего нового мы здесь не придумаем. И так устроено информационное пространство, особенно сейчас, во время интернета, что все старое стирается элементарно. Потому что человек, не пойдет он в библиотеку, не достанет старую книгу, или не достанет номер газеты, и не будет читать и разбираться, как было на самом деле. Достаточно, что в миллионе постов на Фейсбуке, или на Твиттере будет опубликовано высказывание сегодняшнее, семиминутное. Например, высказывание какого-нибудь Путина, где-то, на каком-то сборище. И это и станет правдой для той аудитории, которая там посвящает себя этому, времяпровождению, чтению этих постов. А мы-то вам предлагаем посмотреть на историю из документов. Просто взять документы и почитать. Потому что, когда ты обращаешься к страницам газет или журналов, нельзя оценивать 91-й год из мнения сегодняшнего на 91-й год какого-либо там журналиста, пропагандиста или политического деятеля. Да, вот ты сказала про Виталия Портникова. Ну, хорошо, он же жил в 91-м году, так он оценивает сейчас события нынешними глазами зачем-то. Это неверно. Это искажение действительности. Поэтому мы предлагаем вам сегодня, мы уже обещали сегодня, обратиться к одной статье, большой, обширной статье, которая была написана в очень конкретный и определенный участок времени, период времени. Это подписание Ельциным первого указа о наведении конституционного порядка в Чеченской республике. Мы должны, наверное, сделать предварительное вступление, для того, чтобы люди понимали, что это за период времени. В августе 91-го года происходит по разным оценкам разных людей событие, которое называется ГКЧП. Кто-то считает, что это перетасовка внутри властных структур, кто-то считает, что это народная революция, кто-то считает, что это заговор КГБ. Это неважно. Происходит это событие. Событие, значимое в истории России, поскольку после этого ГКЧП случается большая перетасовка и изменение во властных структурах. Плюс после этого события происходит развал Советского Союза, распад Советского Союза, что повлекло дальнейшие все события, которые сейчас мы получаем. Они, в принципе, как бы следствие того события августа 91-го года. Начиная с августа 91-го года и по конец 91-го года, по декабрь, ситуация в Кремле абсолютно неопределенная. То есть существует по-прежнему Горбачев, как президент СССР, и существует Ельцин, как президент РСФСР. СССР — это союзная республика в составе СССР. Плюс существуют другие республики, которые тоже провозглашают свою независимость, потому что Россия тоже провозглашает независимость от своего большого организационного устройства СССР. И власть находится фактически в Кремле. То есть постепенно утекает из рук Горбачева и перетекает в руки группы, которую возглавляет Ельцин. Параллельно с этим в других странах, которые уже объявляются своей независимостью, в Украине, в странах Балтии, в Грузии, вообще в остальных республиках, в том числе и в Чеченской республике, устанавливается собственная власть, начинает сформироваться собственное правительство. Нас же интересует Чеченская республика, поэтому мы остановимся на этом моменте. Итак, мы находимся в точке 7 октября 1991 года. Ельцин подписывает указ номер 178 о наведении порядка в другой независимой стране, которая никаким образом никогда не входила в состав Российской Федерации. Ну, просто физически это не могло быть. Мы об этом говорим все время. Я еще буду на этом останавливаться, потому что люди должны это просто выучить как формулу. Потому что до сих пор мы слышим с экранов украинских каналов, что Чечня, как они говорят, пыталась освободиться и выйти из состава Российской Федерации. Это ложь. Это просто введение в заблуждение людей. Потому что Чечня, как они ее называют, Чеченская республика в тот момент, никогда не была внутри состава Российской Федерации. Это очень важный момент, и мы сегодня на нем и хотим остановиться. Поэтому мы обратились к вот этой статье в журнале «Огонек». Журнал «Огонек» — это перестроечное издание, большой журнал, который был очень популярен во время перестройки. И за ним стоят, естественно, люди, которые в этот момент ведут перестройку. То есть там люди из ЦК КПСС, это понятно. Но у коллектива этого авторского журнала «Огонек» происходят различные трубулентные движения, потому что они чувствуют, что власть-то утекает из рук Горбачева и перетекает в руки Ельцина. Редакция журнала «Огонек» посылает своего журналиста, которого зовут Геннадий Жуковец, в Грозный. Для них это, ну для всех, собственно говоря, в этот момент это очень важное событие. В Грозном Жахар Дудаев, они об этом знают. Телевидение постоянно ведет, и не только телевидение, и газеты все пишут о том, что в Грозном происходят какие-то события. В Москве понимают, что что-то случилось, но не знают точно что. Они не понимают сути этого события. Они знают, что идет процесс разделения Советского Союза на части. Они знают, что там, на Кавказе, тоже этот процесс проходит. И они боятся в этот момент, что... Ну им работает же пропаганда. И они боятся, что в этот момент что-то страшное придет с Северного Кавказа. Так им рассказывают. Поэтому надо поехать в Грозный. Они посылают своего корреспондента разведать, что же там на самом деле. Ну вот страшно, на самом деле. И этот корреспондент едет в состоянии, что он едет куда-то, ну, в очень тяжелую ситуацию. Он ожидает там увидеть, я не знаю что, пиратов в Карибском море. Этот человек, Геннадий Жуковец, приехавший в Грозный, полностью осознает, что он приехал в чужую страну, в независимую страну. Для него это уже аксиома. Это следует из его текста, из его настроения, из его слов. Ну давайте перейдем к самому тексту. Геннадий Жуковец. Похоже, что Джухар Дудаев самый доступный для журналистов президент из всех ныне существующих на просторах бывшего Союза. Он уже развалился, Советский Союз? Ну, это происходит в момент, когда этот процесс идет. Они понимают, что Союз уже все. Бывший. Да, он уже бывший. Но уже об этом говорится каждый день, да. То есть вот этот момент, когда вроде бы подписаны должны Огаревские соглашения, Горбачевские, они не подписываются. И Ельцин в этот момент ведет уже эту свою игру с подписанием договора с Беларусью, Украиной, Казахстаном. Ну, это вот люди живут в этом. Вы понимаете, как сейчас, вот если сказать, например, там битва за Харков. Ну, все же понимают, что происходит сейчас в Харкове, да. Какая предиспозиция сил, кто там, на чьей стороне. Не надо объяснять, да. Причем тут Харков. Это же не Харков во время нападения немцев. Это Харков вот сегодня. И все знают, что происходит в Харкове. Или что происходит в Киеве. Вот тогда точно так же Советский Союз распадается. И все это понимают. Потому что уже есть государство с президентами. Конечно. То есть, если мы вспомним интервью Звиата Гомсахурди Урмасу Отту, он тоже задает этот вопрос. А Советский Союз, вы как бы независимое государство или все-таки существует Советский Союз? Мы там все идем. А Звиат отвечает. Вот это и есть такая двусмысленность. Вроде бы мы все уже государство с президентами независимое. И нас уже начали признавать. А Советский Союз еще пока де юре существует. Как, по-вашему, сегодня 10 декабря Советский Союз после Брестского мира существует или не существует? Уже невозможно определить, существует он или нет. Вот такое неопределенное положение. Потому что официально пока он не упразднен, так сказать, не ликвидирован. А фактически не существует. Де юре как будто существует. При входе в здание Совета Министров, где находится его кабинет, меня остановили вооруженные люди. К кому? К президенту. Беглого взгляда гвардейца на редакционное удостоверение оказалось достаточно, чтобы я, обходя людей в полувоенной, в чаще цивильной одежде, с калашниковыми за спиной, через плечо и наперевес, дошел до приемной. Здесь заправляла энергичная Марьям. Я понял, что время встречи с президентом целико зависит от нее, и не ошибся. Приходите к двум. Постараюсь, чтобы огонек прошел в числе первых. В два пополудня я был на месте. В приемной томился разный лют. Я вышел покурить на лестничную площадку, и в это самое время почувствовал, что в здании что-то происходит, потому что исчез тот ровный звуковой фон из людских голосов, которому слух уже претерпелся. В наступившей тишине слышен был только шум шагов на лестничном марше. До пару раз бряцнуло железо. В плотном окружении 9-10 вооруженных людей в штатском кабинету президента быстро подошел человек в защитной форме. Я узнал в нем мятежного генерала. Через три часа я задавал ему свои вопросы. Господин президент, о событиях в республике много разнотолков, мнений и оценок, многие из которых со стороны представляются убедительными. Хотелось бы знать, как видите и оцениваете происшедшие вы лично? Ответ. Полностью убежден, что руководители российского государства и средства массовой информации сделали все, чтобы извратить события, которые здесь произошли и происходят. Более 20 комиссий и депутаций из России побывали у нас, оставляя за собой шлейф политических провокаций. И более ничего. Мыслимо ли, чтобы 20 делегаций не смогли договориться с нами не по одному пункту? Полностью извращена информация о происходящем. События же, если следовать хронологии, разворачивали следующим образом. 27 ноября 1990 года высшим форумом народной власти, съездом чеченского народа, была принята декларация о суверенитете. Она ратифицирована бывшим Верховным Советом Автономной Республики. Проголосовала за 90% депутатов. Приняв декларацию о суверенитете, прежние власти полагали, что они будут править по-старому, сохраняя свои структуры, а Верховный Совет – статус законодательного органа. Но по экспертной оценке Организации Объединенных Наций, ее юридического отдела, Верховный Совет безнадежно потерял законодательное право со дня принятия декларации о суверенитете, поскольку появилось совершенно новое государство. Съезд чеченского народа, а в дальнейшем Конгресс избрал исполнительный комитет для выполнения решений съезда, не доверяя бывшему Верховному Совету, созданному по однопартийной схеме и не отражающему интересы всех граждан, мы предъявили представителям российского государства документ, в котором утверждали, что по шести различным признакам Верховный Совет Чечена-Ингушетии не может дальше считаться властной структурой республики. Со стороны Ельцина, как бы со стороны Москвы, сознание в том, что там есть вот законная власть, называющаяся Верховный Совет. И они собираются вести свою ГБшную игру с этим Верховным Советом, они собираются налаживать отношения таким образом. Ельцин же понимает прекрасно, что ему нужно, да, он же ведет историю к тому, чтобы аннексировать чужую территорию, напасть на нее. Это тогда, это не в 1994 году пришло в голову Ельцину напасть на Чечню. Нет, это произошло сразу. Установка такая стоит с самого первого дня. И, естественно, коллаборанты, которые в данном случае годятся ему для работы, это Верховный Совет Чеченской Республики, ну, Чечен-Ингушетской Республики. И он, Дудаев, это тоже понимает прекрасно, и они просто дезавуируют возможность у этого Верховного Совета дальше называться хоть каким-то властным органом. То есть его просто не существует, потому что мало ли какие еще бывшие депутаты и какие-либо там партийные работники будут представлять, говорить от своего имени народ Чеченской Республики. Этого нет. Вот об этом он и рассказывает. Интересно же то, что это все пишется в московском издании, которое читают миллионы людей. Ни у кого не вызывает сомнений, да? Потому что это абсолютно независимое государство. Они же об этом говорят как о факте, свершившемся. Что произошло потом? Вопрос. Таким образом был предъявлен как бы ультиматум. Не напоминает ли это печально известный разгон учредительного собрания? Это вообще замечательно. Это российское сознание. У них все, они все живут еще в той, знаете, лампочке Ильича. Сознание. Они вот об этом, да? Вот учредительное собрание у них разогнал Ленин и так далее. Красный матрос пришел в Тарвический дворец с винтовкой и разогнал. Кто тут временные? Они в этом живут. Это 91-й год. Надо понимать, что тогда это все наполнено пространство вот этим. Ответ Джохара Дудаева. Нет. Исполнительный комитет, хотя и признавал, что Верховный Совет потерял право законодательной власти, но не предъявлял ему никаких счетов, а требовал только консолидации усилий. Исполком разрабатывал концептуальные основополагающие законодательные акты. Предлагал Верховному Совету перейти к новым демократическим государственным структурам. Но увидев в нашей программе правовую основу, сверенную, кстати, с международным правом, Верховный Совет не только стал препятствовать ее проведению в жизнь, но и запретил деятельность Исполнительного комитета на территории республики. А кто составил оппозицию Верховному Совету вопрос? Ему противостояли Исполнительный комитет, Конгресс Чеченского народа, это более 1200 человек, избранных на правовой основе, то есть представители всех политических сил, имеющих реальную опору в массах. Войнахская демократическая партия, партия «Исламский путь», движение «Зеленых», Международный комитет по защите прав человека. Вот основные силы, объединенные политическим договором на специальной ассамблее. Договорились, что все они поддержат программу Исполнительного комитета, консолидируют свои силы на выполнении решений Конгресса. Вопрос. Это было только чеченское движение? Джохар Дудаев. Нет, не только. В комитет по защите прав человека входят все граждане, желающие принимать участие в его деятельности. Войнахская демократическая партия открыта для разных национальностей. Партия «Исламский путь» открыта для всех людей, исповедующих ислам. Поэтому говорить о чисто чеченском движении нельзя. Программа Конгресса отвечала интересам всех граждан. Противостоящих сил в республике не было, за исключением Верховного Совета и его клановых и мафиозных структур, державшихся у власти за счет тоталитарного режима. Вот эта интонация. Вы понимаете, Джохар Дудаев настроен на диалог. Ведь он воспринимает еще Ельцина и всю эту демократическую власть российскую, которая только что победила ГКЧП. А я уже говорю, что Джохар Дудаев поддержал в этом Ельцина во время ГКЧП. Это и был, собственно, рубеж. Он его воспринимает как не союзника, но силу, с которой можно договориться. Он не понимает, в чем проблема. Они делают все по закону. Они, как и Россия, вышли из этого монстра под названием СССР. Сталинского, Брежневского, неважно. Гельцин, по мнению Дудаева, по словам Дудаева, это, в принципе, какая-то страна, с которой можно договориться и решить все вопросы. Почему надо с этим не соглашаться? Но есть некая сила, которая представляет собой вот эту старую советскую власть, структуры, советские, СССР. И он думает, это слышно просто в каждом слове Дудаева, что мы-то с Ельцином, в общем, в одной стране, а они вот оттуда, эти коммунисты страшные. Давайте мы об этом договоримся. Мы просто по-человечески все сделаем. Он рассказывает, что у нас все нормально, все по-человечески. Корреспондент слушает. Дудаев же не знает еще следующих шагов Ельцина. Вот чем проблема. Да, почти, почти ежедневно получаю я послание, что вот надо приехать на Логарево, что надо обсудить этот договор, так далее. А я говорю, что мы даже и обсуждать не хотим. Ничего и обсуждать. Значит, кажется так, что президенту Горбачеву кажется, что Грузия еще часть его страны. Все-таки где-то, да. Не хотят расстаться с этой иллюзией. Вы с удовольствием общаетесь, например, с Ельцином. Как вам кажется, Ельцин оправдает какие-то надежды своего народа по поводу завтрашнего дня России? Ну, трудно пока сказать. Очень трудно сказать. К сожалению, немножко изменились отношения. Были для нас хорошие. Но вот там вмешались некоторые силы и хотят вот между Россией и Грузией испортить отношения. Можно ли полагать, что взять власть было достаточно легко? Власть мы могли взять в течение часа. Просто отодвинуть Верховный Совет и занять их кресло. Но мы не использовали силовые методы. Мы хотели правовым путем прийти к власти. Вот почему затянулся этот процесс. Нам навязывали незаконный путь. Навязывали, буквально принуждали взять законодательную власть. Вы говорили, что противостоящих сил практически не было. Так кто же мог навязывать незаконный путь? Ответ Джохара Дудаева. Ну, те же КГБ, МВД, прокуратура, Верховный Совет. Государственные структуры буквально принуждали нас сделать серьезную ошибку и провоцировали, чтобы исполком взял силой власть. И когда Верховный Совет увидел, что мы действуем правовыми методами, закрутилась машина массовых провокаций, подталкивающих к кровопролитию. По-моему, тут все очевидно в этих словах. Все события, которые происходят в этот момент, очевидны всем участникам этого разговора. И журналисту, и президенту Чеченской Республики. Все на своих местах. Ведь журналист, я как сказал, он же перестроечный, он же на стороне светлых сил в этот момент. Он же не из ГКЧП. Журнал «Гонек» — это не ГКЧП. Это светлая сторона, которая находится в состоянии балансирования между светлой стороной Горбачевым и светлой стороной Ельциным. Для вас, может сейчас это звучит все дико, но тогда мир был разделен таким образом. Страшные коммунисты на одной стороне и светлые силы российской демократии, которые, правда, немножко между собой ссорятся, не могут поделить власть. Но это как бы уладится. Только у нас в Грузии есть опыт такого страшного месива кровавого и 9 апреля со стороны Горбачева, и в 91-м со стороны Ельцина уже. Ну и, собственно говоря, Литва тоже хорошо знает, что такое январь 91-го года, светлый Горбачев, так что... Да вроде бы и в России, вроде бы и в России тоже знают об этом. Они же ведь, ну, если кто помнит, они же это показывают. Тот же Невзоров, который едет с автоматом туда защищать этих ОМОНовцев. Наших. Наших, да. Он же все время об этом рассказывает. Люди все это знают. Это не то, что тайна какая-то для русских, но они предпочитают это воспринимать как что-то такое потустороннее. Ну вот, да, вот Горбачев неправ, сделал ошибку. Но все равно он наш, свой, Ельцин наш, свой. И вообще мы вот, ну, вот это москвоцентричное осознание мира, все равно мы правы, все равно мы... Ну, куда же они без нас сделаны, все эти литовцы? Вы знаете, что сегодня происходит на наших глазах? Какой опять формируется образ, светлый, как бы безупречный, да? С чем связаны лучшие побуждения людей, с чем соглашаются, безусловно? Это новый образ, который сформировали, формируют на наших глазах Портникова, журналист Портникова. Что сейчас произошло? Вот это вот раскрученное аттракционное интервью, батл Портников-Латынина, это же абсолютная, абсолютная постановочная вещь, разыгранная и вброшенная так, чтобы вы это слышали из каждого утюга, чтобы вступили силы, которые будут обсуждать это, дискутировать. Ну, что происходит? Портников как бы мочит, да, Латынину как злую имперку, представительницу империи, разоблачает ее, а сам при этом выступает на стороне добра, но опять ничего не говорит вот об этой истории. Понимаете, что происходит? И опять в сознании у людей будет нарратив Портникова как единственно возможный, единственно правильный, и там нет места правде о Чеченской республике Ичкирия. Просто нет. Нет места правде о перевороте против звяда Гамсахурдия. Просто нет. Это будут опять маргинальные темы. Знаете, что там такое было темное? Вообще не будем ворошить и не будем поднимать. Вот что делает сегодня Портников. И весь мир сегодня опять это подхватывает. Ну, как же, как же, они скажут. Это же вот Портников, он замочил Латынину, он же против империи. Ну, вы понимаете, да, дьявол в деталях. Три часа, проведенные в приемной, не пропали даром, хотя бы для того, чтобы сделать несколько поверхностных наблюдений. Обстановка здесь напоминала знакомые с детства кадры из фильмов «Ленин в октябре» и «Ленин в 1918 году», переложенные на Кавказскую почву. Какое воображение скудное. Ритм Броуновскому движению задавала неутомимая Марьям. Ее поддерживали парни из охраны, достаточно вежливые и столь же решительные. Старики и священнослужители пропускались к президенту беспрепятственно и в первую очередь. Затем настал черед военного совета, и к охране президента добавилась охрана военного министра. Стало тесно от тел, увешанных оружием. Нас, журналистов, попросили подождать в коридоре. В кабинет прошли несколько офицеров в форме советской армии, полковник-пограничник и ковторанг в черной шинели военно-морских сил. Я понял, что Чеченская гвардия стянула к кабинету президента свои лучшие военные умы. Что решал военный совет, для меня осталось тайной. Но уже в Москве через три дня стало известно распоряжение президента об отмене военного положения в республике. Честно говоря, находясь почти за две тысячи километров от эпицентра событий, я, узнав об этом, вздохнул с облегчением. Слишком много за сутки с небольшим насмотрелся на оружие в руках гражданских лиц. И надолго запомнил парня лет 17-18, который в ресторане, дожидаясь ужина, вращал на столе ручную гранату, как сваренное крутую яйцо. Хочется сказать, ах ты маленький наш, ах ты наш малахольный. На другие страны нападать ничего страшного, правда, не смущает оружие, не смущают гранаты, а тут прямо вот такой нежный. Он нежный, потому что он приехал из Москвы. Ну он нежный, а что? Он, конечно, нежный. Он не видел столько оружия, он не видел вообще ничего. Я же и говорю, что для них это был шок. Они не поняли, что происходит. Ельцин подписывает указ, это же происходит после подписания указа Ельцина 7 ноября. А на ведение конституционного порядка. Они в шоке от этого, они не понимают. Они живут совершенно другой парадигмой перестроечного вот этого такого восторженного состояния победы над злыми силами. Эти люди живут в этом состоянии. Это надо понимать, что у них действительно настроение как бы возвышенное, такое детское радости. Они не хотят думать. Это проблема, которая остается по сегодняшний день у этой интеллигенции. Она все никак не может смириться с тем, что они обыкновенные оккупанты. Они никак себя в этом признать не могут. Они тогда не могли себя признать, что они оккупанты. Вот они отделили Сталина с его репрессиями во время перестройки. Разоблачили всех там подряд. Ленина, Сталина, остальных всех. Потом Хрущева, потом всех. Всех разоблачили, кого только можно. Добрались до Андропова. Все уже было разоблачено у них. И все. Они решили, что они свободны. Они прекрасные цветы. Только себя забыли разоблачить. Знаете, вчера написал комментарий под видео, где мы говорим о протоколах КГБ и МГБ. Написал комментарий русский человек. Из лучших побуждений. Он говорит, действительно не надо копаться в прошлом. Потому что будущее формируем мы сейчас. Это будущее может быть прекрасным. Поэтому не надо тянуть старое в это прекрасное будущее. Я ему написала, уважаемый, нет, товарищ. Для начала перестаньте убивать. А потом приходите нас учить. Вопрос. Господин президент, не считаете ли вы, что у населения слишком много оружия, стволы обнажены? А вам, военному человеку, известно, что при определенной критической массе оружие стреляет не в того, против кого предназначалось? Ответ Джохара Дудаева. Я согласен, что это ненормально. Это вынужденная мера. Мы несколько раз изымали оружие, опечатывали его на складах. Но каждая угроза нашему суверенитету вынуждала нас снова его раздавать. Не будет провокации против нас, не будет и оружия. Вопрос. Верно ли, что действия российского правительства и указ о чрезвычайном положении консолидировали национальные силы в республике? И если до этого многополитическая панорама предполагала разномыслие, то после указа нация сжалась в один кулак. Ответ. Не только согласен, но и убежден в этом. Те, кто принимал решение, не оставили нам никаких других шансов. А начиналось сплочение нации с ГКЧП. Когда Верховный Совет и все властные структуры полностью поддержали программу ГКЧП, мы узрели серьезную опасность физического уничтожения нашего народа, нового геноцида. В горячке первых часов путча мы не заметили, что нам угрожало. Но те, кто испытал 1944 год, приезжали со всех концов республики, говорили, Джохар, это повторение 1944 года. Выяснилось, что более 500 транспортных машин нагнали на территорию республики, причем с мобилизационным ресурсом водительского состава, были расконсервированы и подготовлены к приему арестованных лагеря. Бронетехника и войска по всей территории республики были в повышенной готовности. Указ Ельцина о неподчинении ГКЧП был однозначно нами принят. Уже в 9 часов 10 минут 19 августа на заседании исполнительного комитета одобрили указ президента. А в 10 часов пошли массовые митинги, возмущения и протест. Сотрудники КГБ начали хватать наших лидеров. А потом уже в ночь 19 на 20 произошло нападение на штаб руководства, который я возглавлял. Более 30 милиционеров и КГБшников ворвались на этаж. Там произошел рукопашный бой. 7-8 наших ребят отбили нападение. И когда нападавшие увидели, что стоять будем насмерть, только тогда ретировались. В те часы мы поняли, что местная власть готова потопить чеченский народ в крови. 19 числа вечером 100-тысячный митинг принял резолюцию Верховный Совет в отставку. Весь. К половине восьмого мы овладели ситуацией. В каждом селе и районе стали формироваться боевые отряды противостояния ГКЧП. Сейчас, когда Бориса Николаевича Ельцина ввели в заблуждение по поводу наших намерений, чеченский народ дал понять, что свобода для него дороже всего. Представляете, вот это момент истории называется. Это живой пульс истории. Вот в этих словах вы можете почувствовать все, как на самом деле происходит. Президент понимает на самом деле все, что происходит. Он понимает, что Россия направлена на войну и на захват Чеченской Республики. Но еще остается тот сентимент, что мы же были вместе. Он много раз рассказывал, как он служил в Эстонии, в авиационном полку дальней авиации. И как он рассказывал там, как они там помогали эстонцам, и как они сочувствовали эстонской независимости. Это все наполнено воздух этими сентиментами. И вы знаете, что происходит в голове у него? Он пытается по-прежнему апеллировать еще к какому-то сознанию русского человека. Абсолютно напрасно. Невозможно апеллировать к сознанию русского человека. Его там нету. Там есть только великодержавный шовинизм и желание проработить другие народы. Но для этого многим придется еще пролить очень много крови. собственной. А тогда все только начиналось. И что делают сейчас все эти так называемые либеральные журналисты? Ведь они замазывают эту историю. Они пытаются ее скрыть. Они пытаются ее переписать. И чем тогда они отличаются от Путина, который пишет свою новую историю и настаивает на ней? Когда рассказывает всему миру, он пытается, да, но мир-то не верит, но он пытается рассказать, что в Украине нацисты и жидо-бандеровцы. И вот этот пульс исторический, эти слова Дудаева, они показывают на самом деле вот все. Ну, послушайте эти слова, как они звучат. Вы же сразу все чувствуете уверенно. Да, ведь Джухар Дудаев с таким уважением, когда Бориса Николаевича Ельцина ввели в заблуждение по поводу наших намерений. Это то же самое, как Звиад Гамсахурдия тоже связывал надежды на совсем другую жизнь сотрудничества с Россией, с приходом вот демократической России Бориса Ельцина. Не могли думать иначе. Они же жили в этом Советском Союзе, все эти люди. И Звиад Гамсахурдия, ну, общались. Это же была большая общая, как бы, история. Да, все знали о сталинских репрессиях, все знали о Советском Союзе, все знали о захвате Грузии тогда, в 21-м году. Все это знали. Но, тем не менее, все равно, люди-то вот, они живые, мы общаемся и приезжаем в Белисию, приезжаем в Москву, разговариваем. Ну, как можно представить, что эти люди на самом деле враги, злые враги? Нет, он же вот, Иван Иванович, Петер Петрович, они же, ну, похожи на людей. Борис Николаевич тоже, вроде, как бы, похож на людей для них. Вот они показали очень-очень быстро. Беседу прерывает телефонный звонок. Президент снимает трубку. Добрый вечер, Звяд Константинович. Вы поняли, да, что это Звяд Гамсахурди? Да, спасибо за помощь. Сейчас они слезы льют, бензин к ним не поступает. Он жив-здоров, дает показания. Это всему миру известно. Я хочу переправить его к вам, чтобы вы с ним поработали. Это не по телефону. Телефон ненадежный. Через вашего представителя. Спасибо, до свидания. Еще один звонок, по всей видимости, из Москвы. Президент. Ведется расследование. Дело с исчезновением редактора. Это провокация, направленная против нас. Да, кое-что становится известным. Об этом лучше пока не говорить, чтобы не было тягчайших последствий. Всего доброго. Вот врывается, да, врывается голос истории, врывается голос правды. Звят Гамсахурди, звонит Жахар Дудаеву. Они разговаривают. Это, ну, неужели, неужели вот сейчас это можно как-то... Ведь это же не написал какой-нибудь чеченский историк из современного, пытаясь, из современного времени, пытаясь, как бы, сконструировать ситуацию. Это пишет московский журналист, который там находится. Он это слышит. Он записал себе, видимо, в блокнот или на диктофон обрывки этого разговора. Ну, а чего стоят эти обрывки? Они же... Это же просто вот кристально чистая правда. Вопрос. Вас называют мятежным генералом и связывают это определение с вашей службой на территории Эстонии. Расскажите о мятеже, Джухар Дудаев. Ну, никакой они мятежные. И мятежа не было. Старался только по мере сил наладить добрые отношения между уверенной мне дивизией и населением, между офицерами и властями. В Эстонии ведь большое недоверие к дислоцированным там войскам советской армии. Я хотел показать всем живущим рядом людям, что мы, авиационная дивизия дальних бомбардировщиков, не несем и не можем нести никаких жандармских функций. Для чего это делал? Устроил день открытых дверей, разрешил заходить в ангары, казармы. Люди интересовались всем, поняли, что мы ничего не прячем, открыто для них. Потом один наш офицер говорит, вы знаете, мой сосед эстонец первый раз со мной поздоровался. Какой же мятеж! Или эстонский праздник, люди собираются в одном месте. Но в процессе нужно обходить аэродром, военный объект. А места там сырые, болотистые. Я даю разрешение пройти по летному полю. А в конце сюрприз, военно-полевая кухня. Солдаты чайком угощают. Так рассеивали недоверие к нам. Может быть, и был мятеж, когда в их национальный праздник с высоты 2000 метров наши парашютисты спустили национальный эстонский флаг. У многих тогда на глазах стояли слезы. Не осталось ни крупицы совести у этих людей. Прошло-то 30 лет. За эти 30 лет столько крови, столько войн, столько убийств на руках этих людей. На их руках. И они вместо того, чтобы сейчас осознать, чтобы они сказать, что мы сотворили, и вообще только об этом и можно было говорить, они теперь создают антивоенные комитеты для того, чтобы прикрыть свою собственную подлость. Вопрос. Скажите, легче быть генералом или президентом? Ответ. Трудно и то, и другое. И на военной службе, и здесь я выполнял и выполняю свой долг. Вас упрекают в том, что с появлением вооруженных формирований в республике обострилась криминальная обстановка. Это связывают с вашим именем. Кроме того, приходилось слышать, что вы жесткий человек, способный на крайность. Так ли это? Просто нет слов. Говорить могут всякое, отвечает Джохар Дудаев. И всякие. Можно догадаться, откуда идут и кто распространяет слухи. Могу сказать лишь одно. Я сторонник правового государства, сторонник верховенства закона. О чеченцах тоже говорят и пишут разное. Но вы знаете, например, что в нашем языке нет слова приказать? Что еще каких-нибудь 80 лет назад у чеченцев не было смертной казни? Для мужчин были две кары запрещение участвовать в бою и самое суровое навсегда покинуть пределы отчизны. Вопрос. Вы верующий человек? Да, глубоко верующий с детства. Неверующие глупы уже тем, что не понимают. Есть силы намного выше и сильнее тех, коими может обладать человек. Уже давно охранник как бы ненароком клацает предохранителем АКСа. Встает, пытаясь обратить мое внимание на то, что беседа слишком затянулась. Украдка от президента показывает на часы. Я понимаю, в приемной ждут мои коллеги советские и зарубежные. Ждут встречи с самым доступным для нашего брата президентом. Вместе со мной выходит Марьям. В руках у нее текст только что подписанного президентом указа. Можно взглянуть? У нас секретов нет. Указ предписывает жителям Чеченской Республики оказывать всемирное содействие всем командированным, а также частным лицам, прибывшим сюда на время. Предприятиям и учреждениям велено неукоснительно соблюдать договорные обязательства, заключенные в любой точке страны. Хороший указ, но хороших указов мы читали немало. Будет ли он работать? Честно говоря, пока полной уверенности в этом нет. Грозный. То есть заключил он такой высокомерный, опять получающий московской интонации. Эта русская сволочь должна понести все-таки наказание за все, что она творила. Мы будем, наверное, дальше продолжать эту тему, потому что, ну, а если не говорить об этом, то тогда сотворят опять прекрасного высокопарного россиянина, который опять совершит перестройку и потом опять пойдет убивать следующих народ. Ну, у вас, естественно, есть какая-то своя программа, каким образом выйти из этой ситуации? конечно, но программа одна, а вот реальности другое. Реальности, которые каждый день создаются вокруг нас, это совсем другое. И каждый день меняется все, очень неожиданные процессы происходят. так что. Остается такое впечатление, что Грузия, прекрасная Грузия, находится сейчас в каком, в какой-то изоляции со стороны Советского Союза, но что меня удивляет и со стороны Запада. Вы подтвердите? Неудивительно, потому что Запад смотрит на Советский Союз и на Россию. Так что все это отсюда исходит. Вот эта изоляция. Вы это предвидели или для вас это сюрприз? Честно говоря, сюрприз. Я не думал, что Запад так-то зависел от Востока и, так сказать, западное общественное мнение так управлялось отсюда. Я вот это не ожидал. Продолжение следует...